а ну значит вот приветствую дамы и господа сегодня у нас август месяц как это все течет все меняется остаются только вошиты приехала 2 новых вошиты несколько уехала по уезжали софты по уезжали индии все по уезжала зато приехала две вошиты вошит приезжает все меньше потому что судя по всему есть какие-то проблемы вероятно не заканчиваются плюс к тому штаты начали облагать налогами наши не пропускают посылки выше 100 евро облагают налогами в общем жить становится веселее ну да ладно приступим к обзору значит 2 вошиты вошиты несмотря на свой разный вид практически одинаковые это обе вошиты или левает если это не так то это будет очень странно обе однороднейшие без каких-либо нюансов единственное что одна 8-дюймовая и с отбитым углом а 2 6-дюймовая вот это 6-дюймовая вошита поедет на порезку апекс скорее всего и вот такой вот карборундум карборундум 122 вот такой вот это медиум сейчас мы попробуем найти резкость 3 продакт бай карборундум это медиум соответственно для наших целей для апексов это классный камень для базовой для вот самые-самые ранние бирки кристаллона не несколько грубее карборундум самый раз по поводу вот этой рельки 8 дюймов была она толщиной 27 осталось у нее толщины 25 с копейками вошита скажем прямо повидала виды но есть у нее свои плюсы во первых за свою жизнь она всего-то на всего потеряла буквально 2 миллиметра во вторых у меня есть вот такой вот апексный апексный кусочек как вы можете заметить ну очень схожая порода но очень схожие я бы даже сказал идентичная и вот вот так вот я покажу так вот этот вот кусочек я его бесподобно безумно люблю апексный потому что благодаря своей замасленности он практически не засаливается и как бы в работе он у меня вот последнее время если я апексом работают то он у меня постоянно хотя у меня есть второй кусочек это вошитка номер один такая вот песочная но вот этой песочной вошиткой я не пользуюсь практически вообще насколько мне нравится работа именно вот на этом замасленный знал вот янтой замасленные лильки вот потому что все-таки вот эта вошитка она более злая и она и она слегка засаливается ее несколько сложнее чистить но опять таки конечно если ее полностью честно питать месяц то 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 вот то то можно можно было бы конечно добиться такого результата однако мне это лениво вот этом вошита она интересна тем что она резанный металл но не стой как то вот такое ощущение что она его прям слизывает размазывает не они они сдирает действует четко чувствуется на вот этих вошитых песочных четко чувствуется работа все вот здесь вот работа не чувствуется вообще что камень гладит но все черное но в прям все черное тем нравятся мне вот эти вот замасленные лилии именно вот таких вошитые они попадаются одну редко у меня их штуки наверное может быть штук 5 через руки прошло такие янтарные замасленные но несмотря на это не время от времени попадаются очень интересные камни именно с работа с рабочей точки зрения камни вот эти вот очень интересные у них работа поздно повторяю первых они однородных работа у них очень такая мягкая гладкая потому что они промасленные не надо как это называется обманываться до понимаешь все вот это вот вся рыжина вот это вся вот это вот янтарность это все от масла вот причем она пропитанная маслом полностью вот и стык вы видите все вы все она вот такая вот вся одинаковая очень много времени можно конечно протанцевать и тогда она может быть и побелеет но это слишком много времени много усилий и и смысла я не вижу вот ну и над этим камнем я работаю в апексных этих самых не знаю возможно я ее потому что в основном берут по новее или слоевы и бла-бла-бла возможно будет мой рабочий камень именно как полномерный до поры до времени однако вот тоже думал они пильнуть ли на пикс потому что в аккурат 25 миллиметров у нее осталось вот шоуэт но это чуть-чуть в плюсе вот этой в аккурат 25 миллиметров и думаю они пильной не не пильнуть ли мне на пикс ну так кусочек отрезать и будет апекс шумнее мало башит этих полномерных короче говоря если кого-то будет интересовать полномерный кусок потому что а пакса у меня пока есть и в ближайшие пару месяцев я не собираюсь резать но либо она пойдет на пикс либо если у вас есть желание то вы можете ее заказать такая ошибка тоже есть покажу индию меня задают вопрос по поводу того как себя чувствует индия новодельная которая апекс на и которая вот повидала виды ну вот моя рабочая индия мексиканская новодельная индия заточила она порядка может быть 50 может быть 70 ножей ну как бы затачивала то она одни и те же ножи просто не садились она их снова затачивала снова садились так далее вот такой вот вид она имеет чтобы показать поближе ее засалку или как она там темнеет когда вот его после работы моешь ну вот то есть легкие такие видите налет такой какой-то он есть в целом выработки нет в общем-то камень продолжает работать и будет работать 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 и работать аж пока какой-нибудь не будет форс-мажора я его отправлю себе придется делать чего-то новенького мне в частности очень нравится именно вот сейчас эти комбинации потому что индия получилось несколько толще и мне переход с индийного шиту получается без в регулировке угла потому и таким образом сама ваш это потому что она слегка тоньше как бы делает уже микро подвод то есть угол то не слегка увеличивается вот и мне вот так вот эта спарочка очень очень сейчас выручает иногда знаете приходится вытачивать там 40 х 13 в 3 часа ночи и вообще не хочется ни об угле думать ни о чем только вот посидеть и попилить киши то супер-пупер за . не назовешь но посидеть и попилить вот все-таки думаю полностью от апокса уйти перейти на костыль и на ручную правку все твешь как бы бритву могу и закрытыми глазами и сонный какой угодно затачивать почему я не могу ножи затачивать также наверное надо просто немножко больше практики по уделять и рука уже будет чувствовать да на это будет быстрее чем с апоксом в любом случае вот как бы показал но вновь прибывших тем кто говорит мол ярослав где новые видео ребята новых видео практически нет потому что ничего ничего нового в общем-то в каменном как это в абразивном мире нет те камни которые заезжают они либо повторябельные либо там тоже самое либо ну вот пару вашит есть и на самом деле и камни этот добротных что-то стало как-то меньше если у меня раньше каждый ну то есть постоянно постоянной основе 10 15 20 посылок ехала сейчас едет одна это это там товарищ заказал не очень серую и вот мы ее собственно везем ну и вот пару дней назад приехала вот это и там еще пару дней назад приехала вот это ваш это этот карборундум я не помню уже черт знает когда он приехал его вроде вроде бы не показывал но показал вот это ждет ждет вот это поездки на порезку для апоксов вот ничего нового нету все те же вашиты которые я считаю что у каждого кто связан заточкой так или иначе вашита должна быть это самый вообще для любых стали самый классный камень для супер стали для вот этих порошков всех вот этого всего вот этого всех этих монстров это режим финишный и правочный для стали до 60 единиц это режим заточной и правочный вообще в практически может быть единственный камень если нож просто подсел если там есть выкрашивание сильная там посадка там какие-то микросколы хорошо бы поработать либо кристаллоном либо индей для того чтобы подорвать все это дело взрыхлить подровнять вот а так до 60 единиц это может быть единственным заточным камнем который будет просто обслуживать нож поэтому я не знаю кто что еще ищет и зачем найти часто тоже вопросы бывают том что я хочу еще это попробовать это попробовать это попробовать пробовать можно там транс и чарли там может попробовать едва можно попробовать можно попробовать к и мему там ну вот и и посмотреть как как больше нравится меньше нравится но такие то есть начинать в любом случае каждый кто сталкивается точкой и я очень рекомендую начните с ваши ты а потом уже играетесь всем остальным и очень не рекомендую щас опять пошла новая волна какие-то кварциты какие-то это самое ребят и и причем пишут так знаете какой-то строительный мусор показывают там знаете который там две копейки не знаю ли вообще ничего не стоит показывают говорят то я купил там их там за 10 долларов за 5 долларов сенту такая то это типа недорого и так далее это недорого для точильного камня но не бывает и сильных камней грубо говоря за такие деньги но это очень дорого для мусора это очень зачем вы покупаете мусор который не приносит вам толкового результата потому что он в принципе не может для этого не предназначен не рекомендую вот в такое ввязываться собственно вот так всем спасибо за внимание пока пока до новых встреч